У нас сегодня будет проходить подия флешмоб в поддержку событий, которые происходят на нашей родине, в Грузии. Мы очень рады, что нам так помогает Днепр, активные люди, патриоты справжние. И сегодня мы хотим развернуть наш большой грузинский флаг и объединиться. Граждане наши грузины, снимайтеся! Слава Шакарцову! Слава! А давайте его там, поднимайте! Треть, четыре, давайте! Своим прикладом можем, ну, кто-то подивится на нас, кто-то задумается про это. Потому что, когда была война в Грузии, несколько лет назад, мы ничего про это не знали. А сейчас мы понимаем, почему-то так. Сейчас мы так и сам. Но я гадаю, что кто-то может задуматься. Грузия, 20% ее оккупировано. Поэтому грузинская молодежь выступает сегодня с повязками, на котором написано 20%. 20% Грузии оккупировал оккупант, и мы против этого. И сегодня мы поддерживаем рвение молодежи, которые хотят восстановить территориальную целостность Грузии. Хотят, чтобы Грузия была не оккупирована. Они хотят принимать гостей. Они протестуют против того, чтобы ее выбили из мирного колеи. И у нее отняли мирное существование. Я по национальности не грузинка. Но у меня трое грузинских детей, и мой муж грузин. Поэтому вот таким образом жизнь повернулась. И я вхожу в эту общину очень этому рада. Танцевальный ансамбль «Жаватова». Я была года два тому назад в Грузии. Она, несмотря на то, что у нее очень много ран, и она болеет, но она все-таки гостеприимна. Она любит гостей, она любит праздники, она любит славян. И она всегда с радостью всех встречает. Здесь жила моя сестра, поэтому мы приехали к ней в гости. Думали, что это на короткое время. Но время остановилось для нас. Но мы все-таки надеемся, что когда-нибудь оккупированные территории вернутся к Грузии, мы вернемся в свою страну. Грузинский ансамбль «Жаватова». 30 лет прошло событием очень страшным в Двилиси. 9 апрельские события 9 апреля 89 года. Когда возле парламента собрались люди и боролись за свободу и единость в Грузию. В тот момент Абхазия решила отсоединиться. В этот момент, 9 апреля 89 года, возле парламента погибли люди. Возле парламента в Двилиси на проспекте Руставели стоит мемориальный памятник этим людям. И для меня, как для человека, который там был и знает эту историю, удивительно, почему через 30 лет на этом же месте возникают опять такие события. И поэтому я хочу, вот для себя, я понимаю, в мире так очень часто бывает. Когда мы забываем о чем-то, враг всегда помнит. Я могу рассказать историю своей жизни, когда наш дед принимал беженцев во время Великой Отечественной войны. И они жили у нас, питались, и он их охранял и создавал все условия. То же самое Украина оказала для многих беженцев домом родным. И мы очень похожи, у нас очень много общего. Поэтому, наверное, грузинам комфортно жить в Украине, особенно в Днепре. Мы всегда смотрим на Грузию, а Грузия всегда смотрит на нас. И всегда говорит, ну вот вы там победите, и мы победим. И сейчас нас это очень, мы очень тяжело это переживаем. И постоянно держим связь с родственниками. У меня вчера родился ребенок в семье большой грузинской. Я очень хочу, чтобы он рос в свободной стране, чтобы там у них все было хорошо. И у нас тоже. Тут написано, что я люблю Грузию на грузинском языке. Меми Хварцак Артвелло. Меми Хварцак Артвелло.